Я очень красива, потому что сейчас будут гости, которые отвечают за кроссовку в нашей стране. Next our guest – Кейт Клэп. Hello! Что вообще ты ожидаешь от кей-попа, антикэмпа и античат? Я хочу увидеть настоящих кей-поперов, надеюсь, никто на это не обиделся, и больше понять самокультуру, потому что сейчас модно, молодежно, классно. Я насмотрелась куча роликов, надеюсь, ребята меня в этом плане очень сильно обучат. А настоящих корейцев хочешь? Да, я планирую в южную вселенную поехать однажды. Тема нашего сегодняшнего выпуска будет бьюти, красота, ну, все, за что ты отвечаешь. Сможешь парню, пусть даже синими волосами, объяснить, что такое хайлайтер и консилер? Ну, я думаю, что консилером ты уже сегодня попользовался. Я не знаю, я доверил свое лицо какому-то другому человеку. Дорогая Катя, у тебя сейчас есть прекрасная возможность от носителей языка услышать фразы, которые ты хочешь узнать, как звучат на корейском. Это очень полезно, потому что я собираюсь, мне важно знать. Вот когда я приеду, значит, в Корею, спросить, где у вас можно купить плов? А корейский плов подойдет? Можно, но, конечно, лучше узбекский. Тогда повторяй. А это итальянский было посито? Не, посито это по-корейски вкусно. А что еще хочешь узнать? Да все, мне больше не надо, в принципе. А, плова тебе достаточно? Слушай, какой ты счастливый человек. Достаточно всего лишь плова для того, чтобы быть счастливым. И сытым. Попробуй угадать песню, которая сейчас прозвучит. Я, конечно, понимаю, что в прошлый раз ты угадал, но в этот раз будет сложнее, потому что тебе придется угадать всего лишь по одному жесту. Готово? Да. Ой, это я знаю, меня научили. Дженни Соло. А кто научил? Ты. Мы репетировали долго. Точно, давай посмотрим этот клип. Дженни Соло. Это палетка, это зеркало. Тут еще что-то. Такая небольшая, почти что единая косметичка. Я даже вижу корейская косметика там присутствует. Да, и даже японская есть. Это так, как фан-факт. Есть пленки, фуджи фильм и прочее, у них есть свой бренд косметики. Я когда это узнал, купил только по этому, что-то почему, где логика? Да не, я шучу. А сейчас я хочу запустить челлендж, который будет называться Кей-поп от Кати Клэп. Я буду засовывать себе в рот всякую еду и пропивать песню. Точнее, строчку из этой песни. Ммм, вкусно как пахнет. Поэтому это буду есть я. Я буду пропивать строчку из песни, а тебе надо будет угадать. Исполнителя или песню? И исполнителя, и песню. Если ты угадаешь, мы сейчас посмотрим этот клип. Ну что, попробуем? Бридни спирс-токсик. Помните, она там? А что, не подходит? Какой-то марш. Это мотоцикл? Ага, там еду. Там тоже был в токсике, нет? Что это? Сердце бах. Ааа, лов-шот экзо. Так, я пошла тренироваться. А в чем, по-твоему, плюсы корейской армии? Лично для меня хорошо, что отбеливает хорошо лицо. Если есть какие-то проблемы после прыщиков, пятнышка, оно все очень хорошо. Во-первых, тонирует, увлажняет, и все потом становится идеально ровно. Еще у меня есть палочки Sailor Moon. Это, конечно, другая тема, я понимаю, но из Кавайного и Мила у меня есть вот такое. Это вот всякие лунные призмы. Это карандашик? Да, это подводка, это карандашик, еще где-то помадка есть. А, там много всего. Блин, мне кажется, очень сложно быть девушкой, особенно красивой девушкой. Ты уже так долго в этой сфере, мне интересно, откуда ты берешь столько вдохновения? На самом деле, вдохновения такого нет ощущения. Ты просто садишься работать, заставляешь себя работать. И читаешь книги, общаешься с людьми, стараешься как-то находить новые интересы постоянно во всем, даже вплоть от готовки до убирания дома. Просто поднимаешь себе настроение и заставляешь себя работать. И в этот момент у тебя получается все хорошо, потому что отличное настроение, и заставить себя все идеально. Но при этом это очень круто, потому что у тебя несколько сотен видео, при этом каждое из них, оно не повторяется, оно каждое по-своему уникально. Десять лет я это делаю. Десять лет. Десять лет. Десять лет. Вы понимаете, вот кому-то пятнадцать, кому-то десять сейчас. То есть Катя первопроходец в блоге. Лайф. Я иногда в блоге в самом что-то показываю, говорю, смотрите, эта вещь с 2005 года. Они пишут, ой, а я в 2006 родился. То есть я такая, как можно было пропустить такие самые гениальные года, а? А следующая наша группа, которая ворвалась в наш чарт, это группа A-Pink с песней. Эн-эн. Ой, ты что-то, кажется, икаешь. Все хорошо? Нет, эта песня называется так. Эн-эн. Ой. Это так нечестно? Можно заваливать. Можно валить? Можно валить. Хорошо, валить. Сильно завалить. Сильно валить. Тебе студия, что ты делаешь? Окей, где? Я хочу тут жить. Минимум иногда. Как будто бы я в Южной Корее. И мне здесь нравится, здесь ярко. Не он вообще, а я любую большую. И очень было весело. Надеюсь, все то, что мы наговорили, хотя бы часть войдет в эфир. Ой, было смешно. И очень много плова. Слушай, Катя, познакомившись с тобой, ты мне очень вдохновила, чтобы начать какие-то записывать свои собственные влоги и блоги. А что ты посоветуешь, чтобы стать популярным? Как минимум работать над тем, чтобы быть ярким, как я всегда говорю, позитивным и креативным. Это точно привлекает. Ну и, конечно же, честным по максимуму. Ну, таких ребят много. Почему у них не получилось? Поверь мне, ты еще не буду в интернете. Там столько... Не буду говорить этого слова. Хейтеров? Это другое. Но тоже страшно. Это те, кто не умеет ничего позитивного делать. Что, бесит прям? Слушай, а расскажи, а как ты дошла до макияжа, до мейкапа? Ты же начинала с блогов. Ну, все верно. Первое мое видео, которое вообще сняла, даже фотка, это было просто, чего началось, и я переуплотилась в королеву сердец, потому что видела в интернете, как люди красятся, захотела перекраситься в этого персонажа, и вот тут пошло, поехала пародия. А потом я обратно вернулась в косметику. Меня это очень вдохновило и вдохновляет по сей день. И что нового ожидаете тебя в этом 2019 году? Ну, я точно собираюсь как бы в Корею сгонять, узнать, что там у них там, какие тренды, и хочу снять очень классный тревел-блог. Честный. А то любят себе вот это вот подмазать, там прекрасное сладенькое, а я хочу информативное и такое. Слушай, было бы круто, если бы ты запустила челлендж «Го в Корею». Ой, да, но у меня нет столько денег, чтобы всем это обеспечить. Нет, зачем им все обеспечивать? Пусть сами покупают билеты, сами ездят и сами удивляются и поражается какая-то очень крутая страна. А какой челлендж был самым нелепым в твоей памяти? Во-первых, видео, где я ем один лимон, потому что все почему-то это ассоциируют со мной, когда забивают меня в поиске. Это было лет чуть ли не шесть назад. И все такие, ну это ж ты, ты этим занимаешься. Нет, я была еще ребенком слаба и наивна на ипоткана челленджи. А потом я ела корицу, это был большой челлендж, это было очень давно. И я чуть не погибла, снимаюсь на камеру. И я радовалась, потому что думала, вау, мне будет контент, чтобы его монтировать, потому что я задыхаюсь, думаю, так, а если я сейчас все, то кто будет это монтировать? Было очень страшно. Давай запустим новый челлендж «Есть с корейцем». Ой, это я люблю. В целом люблю. Вот первое, ешь с кем угодно. А, есть все-таки. Я теперь знаю, что точно любят девушки. А пока давай посмотрим NCT 127 «Саймон Сейс». Так, ну было все шикарно. Главное, что было смешно. Меня, конечно, повеселили тут. Тишина, пожалуйста. Сейчас прям в угол. Екатерина, вы теперь официально посвящены в страну кей-попа. И я хочу вас окрестить. За BTS, за Экса и за Псая, как нам стайл. Саранхуля. И пусть пройдет это крещение под звуки победителя нашего сегодняшнего чарта BTS «Эпифани». Эпифани. Короче, я из Ростова, вот, ну приехала в Москву, чтобы на MTV попасть.